Всем привет, меня зовут Оксана и сегодня я вам покажу рисунки на тему лета, ну или как я его нарисовала, ой, назвала, планы на лето. Я придумал такой рисунок, так как каждое время на годы, это лето, осень, весна, зима, рисовать свои планы. Летом у меня, в принципе, такие планы, что я буду делать. Первое, что я буду делать, я нарисовал мороженку, вот так она выглядит, мне она очень нравится. Мороженка означает, что я буду есть мороженое, ну и я вообще его и зимой, и весной, и осенью ем, но летом я буду есть, когда мне будет, ну, захочется его, не так, как сейчас мне хочется его, а летом, ну, вы поняли. Гиря означает, что я буду заниматься спортом, хотя я каждый день и так занимаюсь спортом, но летом я буду бегать, и у меня будет больше времени гуляния и занятием спортом. Также я нарисовал мой любимый напиток, это мохито, тут мята, есть лайм и взбитые сливки, соломинка. Это я нарисовала, буду кандешком показывать вам, то есть мохито мой любимый, я люблю безалкогольный, это лайм и фреш или спрайт с мятой, у нас есть такой. Также я нарисовала пенни, первое, что я рисовала, это тейл, потом, от ней сначала ширину, потом нарисовала, от тейла к носу рисовала, это все. Отметила, где у меня будут колеса и нарисовала, то есть у меня вид сверху. Также я написала пенни, у меня очень плохо получилось, потому что я стала третьим кандашом, а он у меня немного пошатывается, грифель. Также у меня есть палитра и кисточка, это означает, кстати, пенни значит, что меня его скоро купят и я буду на нем кататься. В конце четверти. Палитра и кисточка означают то, что я буду рисовать летом усерднее, чем другие времена год, так как летом каникулы и мне, в принципе, нечем заняться, так как осенью, земной, весной я учусь и я завалена полностью учебой. Поэтому у меня есть время рисовать. Я буду рисовать более красивее, усерднее и, может быть, если мне хватит тень, я вам покажу еще свои рисунки. Палитра тут с красочками и кисточка. И след, что я еще нарисовала, это клубнички. Две такие клубнички, это означает то, что я буду кушать клубничку, которую я очень сильно люблю. Ну что ж, видео подходит к концу, и я вам сейчас покажу свои рисунки. Вот мои все рисунки. Тут их много, поэтому я буду рассказывать быстро. Первая, это такая ящерка с мульными пузыриками. Вторая, это вот такие вот цветочки пастелью выполнены. Это рисовала в детском садике. Это я уже рисовала дома, вот такого кролика. Он мне нравится, очень красиво получилось. Следующая, вот такая свинюшка, которая мне не очень нравится почему-то, но моим родителям она нравится. Вот такая белочка, которая держит в руках грибочек. Вот такой петух, который у меня очень трудом получился, но он мне нравится. Ну или курица, я не знаю, кто это. Следующая, это вот такая вот, следующий рисунок, это бегущая лошадь. Вот так она выглядит. Ребята, некоторые рисунки пропускают, потому что они ужасные. Следующая, это вот такая овечка или барашек. Ну вот так, в принципе, все это выглядит. Следующая, это идущая лошадь, в принципе, я не люблю лошадь и сад, но их очень просто рисовать. Вот такой цветочек. Довольно красивенький. Это мой племянник, вот так я его нарисовал в одеяле. Это он когда маленький был. Вот так он выглядит. В принципе, это все мои рисунки. Всем пока. И читайте кое-что обо мне в описании. До свидания.